Всем привет, друзья! С вами снова Добрый Макс. И сегодня я предлагаю вам вновь окунуться в атмосферу мрачных таинственных расследований и узнать, каков же был на самом деле дедушка Вики Макферсон, замечательного агента, который мы с вами видели в Still Life. Теперь же посмотрим предысторию. Постмортен. Посмертный или вскрытие. Кому как угодно. Но я так думаю, что вариант перевода будет ясен, когда мы начнем с вами проходить эту игру. Я так думаю, что оба варианта будут иметь место. Ну что ж, друзья, давайте без долгих вступлений посмотрим, что же будет происходить. КОНЕЦ 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 Отлично. Я надеюсь, друзья, вы не ждали от вступления яркого солнца, сочной зелени и... Отличного настроения. Но зато вот потрясающую музыку и таинственность я... И вновь видение. Будем друг друга разглядывать, или вы предложите мне войти? Все-таки на самом деле Гасс Макферсон... Его тоже посещали видения, да? И вот, как вы видите, он просто увидел ее и, разумеется, испугался он не ее, а того, что увидел... У себя в голове. Ну да ладно. Ну что ж, давайте пригласим ее войти. О, прошу прощения. Входите, пожалуйста. Я бы не стал эту женщину пускать к себе, друзья. Простите, я не представилась. Блейк. София Блейк. Мистер Макферсон, у меня к вам дело. Для меня оно жизненно важное, а для вас может оказаться выгодным. Что же за такое интересное предложение? В чем оно состоит? Вы упомянули некое интересное предложение. В чем оно состоит? Мистер Макферсон, вы уже давно в Париже, и ваша помощь мне просто необходима. Только вы можете расследовать это дело. Я оплачу все, что потребуется. Интересно, откуда София Блейк что-либо знает о Макферсоне? Вы можете рассказать подробнее об этом деле? Пока все выглядит весьма туманно. Вероятно, вы не слышали о происшествии в отеле Орфея, мистер Макферсон. Газеты об этом молчат. Зверски убита пара американских туристов. Это были моя сестра и ее муж. Я хочу выяснить обстоятельства их смерти. Так. Да, действительно, я не понимаю, никогда не работал. Не понимаю. Я никогда не работал на вас ни здесь, ни в Нью-Йорке. Между тем, вы просите меня найти убийцу вашей сестры. Почему меня, мисс Блейк? Ваша репутация, мистер Макферсон. Мне понравилось ваше прозвище. Призрак. Кое-кто из моих друзей имеет отношение к агентству Пинкертона в Нью-Йорке. Я уверена, что все обвинения против вас несправедливы. Вы как раз тот человек, что мне нужен. Умеющий хранить тайну, способный видеть суть вещей. Это дело ведет полиция? Если да, это может осложнить ситуацию. Знаете ли вы, какому комиссару поручено расследование? Расследование ведет комиссар Лебрен. Знаете, полиция во всем мире одинаковая, мистер Макферсон? В Нью-Йорке или в Париже? Главное не торопиться. И Лебрен не исключение. Так. Ну, давайте побольше узнаем. Узнаем по поводу происшествия. Ваша сестра и ее муж оба американцы? Что они делали в Париже? Я должна была встретиться с ними в Париже. Знаете, мистер Макферсон, моя сестра Руби с детства мечтала увидеть Европу. Когда она вышла замуж, ее мечта осуществилась. Они так любили друг друга. Как они умерли? Вы уверены, что они были убиты? Это мог быть просто несчастный случай. Уайтов нашли обезглавленными в их номере, мистер Макферсон. Ну да уж, друзья, вряд ли это могло бы быть похоже на несчастный случай. Честно говоря, я не уверен, что должен согласиться. Во-первых, потому что убийство означает убийца. Комиссар Лебрен в более выгодном положении, чем я, чтобы арестовывать убийца. Мистер Макферсон, я совершенно не доверяю полиции. Комиссариат 8 округа и Лебрен, в первую очередь, пытаются замять дело. Они думают только о том, как сохранить репутацию фешенебельного квартала. Убийства были совершены в Париже, верно? Вы знаете, где именно? Отель в роскошном парижском квартале, в 8 округе. Отель Орфей. Они остановились в нем около недели назад. И вот их обнаружили. Мертвыми. В их номере. Ну да, давайте уж мы договоримся тогда по поводу оплаты. Не хочу показаться меркантильным, но не могли бы мы сразу договориться о сумме. Это может занять не один день. Предлагаю пять сотен сейчас и еще пять за каждый день плодотворного расследования. Ну что ж, неплохо. Ваше предложение вполне разумно. Я согласен. Я многим обязана вам, мистер Макферсон. Я должна вам гораздо больше, чем просто деньги. Вы хотите, чтобы я приступил немедленно? Хорошо. Для начала у меня, кажется, есть все необходимые сведения. Вы ничего не забыли? Полиция не обнаружила в номере никаких ценностей. Между тем, сестра с мужем всегда путешествовали с комфортом. Любили роскошь. Возили с собой семейные реликвии. Это была их общая страсть. С большой суммой денег опасно путешествовать. Жаль, если их убили из-за этого. А насколько ценными были эти фамильные сокровища? Старинная вещица. Сестра была к ней очень привязана. Совершенно ничего не стоит. Да, интересно, что же это за вещица. Потому что, на мой взгляд, скорее всего, вот подобные рода ограбления и убийства делаются для того, чтобы просто отвести глаза. На самом деле, убийце вполне вероятно нужно было что-то другое. Вполне вероятно, что эта вещица для него тоже имеет какую-то ценность. Ну, не знаю, не знаю, друзья. Увидим. Я надеюсь, что результаты появятся быстро. Я свяжусь с вами, как только что-нибудь найду. До свидания, мисс Блейк. Я прошу только об одном. Об осторожности. Полиция не должна заподозрить вашего присутствия. Если вы захотите встретиться со мной... Отлично. А Старина Гасса, тем не менее, не лишен определенного романтизма. Все-таки прозвище Призрак к нему прицепилось не просто так. Я так думаю, что, скорее всего, подобного рода прозвище он поддерживает, раз он работал в агентстве Пинкертона. Ну, не знаю, пока это только предположение. Тем не менее, видите, он вернулся... Точнее, не вернулся, а занимается пока только живописью. Хотя, видимо, скучает по расследованиям. Не зря же он согласился на предложение мисс Блейк. А почему я бы не стал ее впускать в номер? Потому что... Ну, вы знаете, друзья. Женщина, которая приходит среди ночи, не настолько агрессивно накрашена и вся в черном. Ну, не знаю, не знаю. Давайте немного осмотримся. Добрый день. Какой номер вам нужен? Так, ну, София и Блейк, наверное, нам рановато. Извините за беспокойство, мадемуазель. Соедините, пожалуйста, с почтовым отделением. Я хотел бы отправить телеграмму. Минуточку. Почтовое отделение. Добрый день. Отлично. Будьте добры, мне нужно отправить телеграмму в Нью-Йорк. Получатель Джей Уэллс. Национальное детективное агентство Пинкертона. Бродвей, 57. Диктую, нужна информация женщине имя София Блейк. Точка. Хорошо, я записала. Телеграмма будет отправлена утром. Мне кажется, это разумно, интересоваться своим клиентом, потому что, на самом деле, вот действительно, тот, кто заявляется ночью к незнакомому человеку, наверняка, личность неординарная. Чуть позже мы рассмотрим, что у нас с вами лежит на столе. Но, тем не менее, здесь ничего интересного. Отлично. Так, больше здесь ничего нет, насколько я понимаю, да? Ну да. Я так понимаю, что мы с вами захватили фотоаппарат и на принадлежности для того, чтобы делать какие-то записи. Ну что ж, я так думаю, что этого достаточно для того, чтобы начать расследование. И, наверное, все-таки перед тем, как заявляться в комиссариат, все-таки София просила нас, чтобы расследование проводилось максимально тихо. Давайте загоним в этой верфи. Господи, какие тяжелые чемоданы. И не забудьте, молодой человек, лифт все еще не работает. Отлично. Ах, черт! Да, с такими-то чемоданами по лестнице не набегаешься. Я надеюсь, коридорный не одинок. Добрый вечер, мсье. Добро пожаловать в отель Орфей. Меня зовут Изидор Петти. Чем могу быть полезен? Так. Ну, я так думаю, что вряд ли... Кем бы представиться. Можно, конечно, не врать, а представиться детективом. Но, мне кажется, детективы сюда просто так не пустят газета. Вполне вероятно, что отелю, конечно, нужна такого рода репутация, но вряд ли. Давайте-ка мы попробуем вот этот вариант. Вы управляющий? Меня зовут Макферсон. Я представляю американскую компанию страхований по всему миру. Я по поводу события, произошедшего в вашем отеле несколько дней назад. Убийство. Страховая компания? Отлично. Дело в том, что Уайты оставили неоплаченным весьма солидный счет. Значит, вы собираетесь его оплатить? Хм. Так. Ну, вот этот вариант мне больше нравится. Я все вам расскажу. Меня наняла одна богатая американка, никак не связанная с Уайтами. Она хочет снять у вас номер, но из-за последних событий ее обложат сомнения. Я должен убедиться, что ей здесь ничто не угрожает. Я должен отчитаться завтра. Поэтому, понимаете ли, у меня не очень много времени. О, это все меняет. То, что случилось в номере 507, исключительный случай. Так. Моя клиентка настаивает на том, чтобы все было проверено до того, как она решится приехать. Знаете, многомесячная или даже годовая поездка должна быть тщательно подготовлена. Мне нужно осмотреть номер. Вы сказали номер 507? Дело в том, что полиция продолжает расследование. Поэтому номер 507 пока недоступен. Зато соседний номер 505 – точная копия 507-го. К тому же вид из окон 505-го намного лучше. Тем, кто остается у нас надолго, мы обеспечиваем максимальный комфорт. Следуйте за мной, месье. Я покажу вам дорогу. Что-то как нам с вами везет, друзья. К сожалению, в 507-й попасть нельзя. Полиция еще не разобралась с этим ужасным делом. Уверяю вас, это экстраординарный случай. Репутация нашего отеля не может... Что там опять происходит? Прошу вас меня извинить. Одну минуту. Не за что. В любом случае, я всегда любил действовать в своем ритме. Так, и что же мы можем предпринять? Попробовать, конечно, через балкон перебраться. Постучаться в номер. Снова обмануть. Ну, по сути, друзья, номер как номер. Я бы не сказал, что уж совсем он какой-то роскошный. Но, тем не менее. Ключ торчит в замке с той стороны. Если я смогу вытолкнуть его, то может получится достать его отсюда и открыть дверь. Так, вытолкнуть. Ну... Эта дверь ведет в номер Уайтов. Увы, под дверью мне не пролезть. Так что придется найти способ ее открыть. Ну, разумеется, нужно для этого использовать какой-нибудь листок бумаги. Так, ну, давайте так и поступим, наверное. Так, ну, невизитную карточку точно. Так, забавно. А, ну, понятно. Это наброски, которые делал сам Гас. У него определенный талант. Так, ну, что же нам подсунуть? Визитная карточка, мне кажется, слишком... Записная книжка. Фотоаппарат. Ну, можно, конечно, попробовать визитную карточку. Да нет. Тоже не подходит. Давайте осмотримся. Может быть в номере есть что-то полезное. Пока ничего вокруг не вижу. Может быть, не в столе? Да нет. Бумажник, визитная карточка, наброски. Карта или записная книжка нам не подходит, друзья. Где же тогда найти какую-нибудь бумагу? Ну, в принципе, можно попробовать попросить, конечно, об этом коридорного. Так, насколько я понимаю, в этой стороне. Дверь, конечно, заперта. И вряд ли администратор откроет ее по моей просьбе. Нужно найти способ туда попасть. Да нет, нужно реально просто взять бумагу для записи. А вот, кстати говоря, номер слева от двери. Здесь ничего интересного нет. Да и здесь тоже. Можно попробовать, кстати говоря, опросить тех, кто жил напротив, да? Ах, это детектив! Добро пожаловать в мой дом, инквизитор. Так, да. Кто сказал вам, что я детектив, мадам? Я видящее. Я часто вижу то, чего не видят другие. Ясновидящее. В самом деле, какая удача, я тоже. Я чувствую исходящее от вас страдание. Вас тоже преследовали видения, мадам, как и меня. Видения в убийстве. Убийстве Уайтов. А ваше чутье вас не подвело, молодой человек. Вы ведь художник, не так ли? Ну, она действительно очень непростая женщина, да? Художник, частный детектив, американец и много кто еще. К вашим услугам, мадам. Не позволяйте, чтобы в вас умер художник, юноша. Это ваше чутье, ваше шестое чувство. Единственный шанс совладать с могущественными силами, которые вы не можете даже вообразить. Я буду здесь, чтобы помочь вам отыскать истину. Я запомню ваши слова. Кто знает, может быть, мне еще потребуется ваше ясновидение. Если вам потребуется моя помощь, не сомневайтесь, я ее окажу. Только приходите. Отлично. Но, тем не менее... Кстати говоря, обратите внимание, что ее-то номер выглядит, с одной стороны, захламленным, но, тем не менее, очень-очень много произведений искусств. Так. Давайте продолжим дальше. Так, ну, здесь нам делать нечего. Давайте-ка спустимся вниз и попробуем все-таки взять бумагу. Каково участие мадам Луазо в этом деле? Я не понимаю. Она свидетель? Подозреваемая? Ей можно доверять. Может быть, мадам Луазо несколько эксцентрична, но она наш лучший клиент. Мадам живет в нашем отеле уже много лет. Не представляю, как можно жить в отеле довольно-таки продолжительное время. Вы не находите, что мадам Луазо немного, как сказать, немного не в себе? Мало кто осмелится заявить, что может чувствовать зло. Я, во всяком случае, не стал бы. Вздор и суеверие. Любое злое присутствие здесь определенно имеет человеческую природу. Люди могут быть так ужасны. Хорошо. Итак, если у вас все в порядке, то позвольте мне вернуться к своим делам. Всего наилучшего, месье. Да уж, я готов согласиться с коридорным о том, что на самом-то деле люди гораздо более злые. Добрый день. Какой номер вам нужен? Так, ну, нет, пожалуй... Извините меня, мадемуазель, у меня нет под рукой номера. Тем не менее, спасибо. Чтобы я могла соединить вас, вы должны знать номер адресата. До свидания, месье. Всего вам доброго. Так, хорошо. Вот, люди гораздо более злые, иной раз мы приписываем каким-то сверхъестественным силам то, что происходит с нами. А на самом деле, как правило, виноваты как раз люди. Так, вот и другое дело. Давайте попробуем вернуться наверх. И как раз газета нам должна помочь. Так, хорошо. Газету под дверь. Желтая пресса тоже кое-что годится. Да, совершенно верно. Хорошо. Ага, ключ торчит в замке с той стороны. Если я смогу вытолкнуть его, то, может, получится достать его отсюда и открыть дверь. Так, ну это все понятно. Но, видимо, предмета нужного у меня при себе нет. Для того, чтобы воспользоваться этим замечательным предложением. Может быть, кочерга? Да нет. Ну, на это могла бы сгодиться, конечно, какая-нибудь ручка, но, по всей видимости, под рукой у нас тоже ничего подобного нет. Давайте попробуем спуститься вниз. Так, ну, временная... Временная неисправность. Просят извинения за доставленные неудобства. Давайте зайдем в бар. Мне кажется, уж бармен-то должен все обо всех знать. Что вам угодно, мсье? Ну, начнем с бутылочки красного. Дайте мне бутылку красного. Мсье? Я хотел бы кое-что узнать о двух моих друзьях. Я могу вам помочь? Как их зовут? Уайт. Уайты. Мне очень жаль, но Уайты мертвы. Они были найдены убитыми в собственном номере. Ужасная история. Этого не может быть. Уайты мертвы? Да, такое несчастье. Действительно ужасно. А может быть, хотите что-нибудь выпить? Я в порядке, приятель. Не нужно ничего. Но как это случилось? Безусловно, они были убиты. Администратору обо всем сообщила дама, жившая с ними по соседству. Ну, с ней-то мы уже общались, конечно. У полиции есть подозреваемый? Я сообщил полиции то, что мне было известно. Я точно видел человека весь вечер просидевшего у окна. Вот мои показания. А с ними полиция может делать все, что ей угодно. Будьте любезны. Расскажите мне подробно все, что видели в тот вечер. Это все, что я знаю. Мне известно, что Пети, администратор Рорфея, что-то очень долго обсуждал с инспектором Лебреном. Похоже, он немало знает об этом деле. Ну, в принципе, вы знаете. Ничего такого мы отзывали. Спасибо. Не стоит благодарности. Ну, и тем не менее. Зачем нам тогда нужна была бутылка красного? Я-то думал, что мы... Что нам удастся его разговорить таким образом. Шведский стол, по всей видимости, сегодня. Меню. Так, ну здесь нам делать с нечего. Ну, давайте поднимемся наверх. Может быть, все-таки мы у мадам Луазо спросим какую-нибудь ручку или еще что-нибудь в этом духе. Будем считать, что мы с ней уже хорошие друзья. И она нам решила показать свою комнату. Какой-то триптих. Да. Ну, разумеется, карты. Ну, с другой стороны, ничего ценного, друзья. Ничего. Так. Давайте попробуем вернуться в номер. В принципе... Бумажник. Можно, конечно, попробовать сначала в полицейский участок наветаться. Или вернуться к себе в студию и найти что-то нужное там, чтобы протолкнуть ключ. Внутрь. Потому что ничего другого, друзья, я просто не вижу. Ну, да. Да, это очень странно. Давайте еще немного осмотримся. Так, я так понимаю, что выхода на балкон здесь нет, да? Ну, да. Совершенно верно. Так, ну, может быть, все-таки подойти к администратору и попросить у него ручку? Снова вы, мсье. Мне больше нечего вам сказать. Так. Да. Жаль. Так. Ну, по телефону нам звонить некому. Интересно, чьи вещи привезли. И где все-таки можно найти хоть что-нибудь, какое-то подобие предмета? Да нет. В этом нет никакого смысла. Так, ну давайте прогуляемся в комиссариат все-таки. Шикарно. Вы уверены, господин Бове, что вы его не видели? Да-да, я уверен. Ладно, мадам Элуэ, ступайте домой. Мы займемся этим, я обещаю. О, благодарю вас, господин Бове. Вы очень любезны. Когда я в следующий раз окажусь в Сызене, я прихвачу для вас бутылочку красненького, обещаю вам. До свидания. До свидания. То есть все-таки та бутылка красного, которую мы с вами приобрели, она нам наверняка сходится. А бутылочка красного следующей. У нас как раз есть одна такая. Чем могу служить? Так, ну, нам представляться частным дактивом точно не стоит. И вряд ли журналистов будут допускать до этого дела. Давайте-ка лучше про правительство скажем. Меня направило американское правительство для расследования убийств в отеле «Орфей». Меня зовут Гас Макферсон. Американские спецслужбы. Ну, конечно. А я королева английская. Ваши документы, пожалуйста. Да. Так. Понятно, что мы, похоже, попались. И раз уж он требует документа, то вряд ли номер шефа в Нью-Йорке каким-то образом поможет. И вот это тоже не стоит. Ну, давайте сапогу. Простите меня. Я считал, что меня легче примут всерьез, если я назовусь секретным агентом. Я журналист и должен написать статью по делу отеля «Орфей». С господами газетчиками я дел не имею. Понимаю вас. Встречаться с журналистами всегда неловко. В любом случае, я тоже не должен был общаться с полицией. Может быть, сделаем маленькое исключение? Журналист. И какой же газеты? Позвольте спросить. Это Нью-Йоркская газета «Ньюз». Нью-Йорк «Ньюз». У меня там родственники. Жюль Кинкомпуа. Знаете такого? Он работает в «Ньюз». Француз в Нью-Йорке человек заметный. Как американец в Париже. Не так ли? Так. Ну, мне кажется, там никого на самом деле нет. Не знаю, о ком вы говорите. Вы уверены, что он работает в «Ньюз»? Знаете, в Нью-Йорке полно газет. Может быть, он в «Пост-Ньюз» или в «Эрли-Ньюз». Я и сам в них иногда путаюсь. Ладно, забудьте. Жара здесь страшная. У вас случайно нет с собой чего-нибудь выпить? Хоть по стаканчику. Ну, разумеется. обещание моря, а на деле пусто. А? У меня как раз есть для вас сюрприз. Восхитительная бутылочка красного. Не отказывайтесь, господин жандарм. Разве вас не мучает жажда? Хе-хе. Отлично. Тарам-тарарам. 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 Никто ничего не видел. Мне кажется, тот, кого мучает жажда, точно не будет пить вино. Так, что здесь? Выдержки из отчета вскрытия. Мужчина, рост 188 сантиметров, европеец, возраст между 25 и 28 годами. Особый примет и флотская татуировка. Женщина, рост 170 сантиметров, они оба такие высокие, да, друзья. Европейка, возраст между 23 и 25 годами. Особый примет и недавно покрашенный волос. Смерть в обоих случаях наступила в результате отделения головы от тела. Смерть мужчины наступила раньше. Сломанные шейные позвонки свидетельствуют о том, что было использовано небольшое, но невероятно острое лезвие. Каждое из тел было обезглавлено одним единственным движением. В дыхательных путях обеих жертв обнаружены следы опиатов неизвестной природы. Как-то так, друзья. Видимо, нам больше полицейский участок ни для чего не нужен. Каким же образом нам попасть в соседний номер? Эй, полегче. Здесь я решаю, кого пускать господину комиссару, а кого нет. Да. Да и вообще комиссару нам не особенно нужно. Так, некий кабинет Франка Кауфнера. А, ну все понятно. То есть мы сюда пошли для того, чтобы посмотреть на титан. Будьте добры, кабинет доктора Кауфнера. Это там, в самом конце. Главное, не заблудитесь. Круто. Какое интересное и приятное место, друзья. Входите. Доктор Франк Кауфнер? Чем могу служить, месье? Меня зовут Густав Макферсон. Я пришел задать вам несколько вопросов по делу Уайтов. Скажите, что вы хотели бы услышать? Ну что ж, друзья, давайте мы с доктором поговорим чуть позднее. Он какой-то тоже немного странный. Я никак не пойму, что у него на подставке. Бейсбольный мяч или увеличенные яйцов и бирже. Не совсем понятно. Ну, я так думаю, что мы обязательно это еще с вами выясним. Ну что ж, в общем-то, начало оправдывает абсолютно серию, друзья. Таинственное убийство, причем совершенно жестоким образом совершенное. Люди, которые не особенно хотят разговаривать некое ясновидящее, сбедение, которое посещает Сноуго, старинный угас. И что ж, друзья, я рад вернуться в атмосферу Нуара. Ну что ж, ладно, я так думаю, что мы с вами уже в следующей серии увидимся. С вами был Добрый Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии. С вами был Добрый Макс. Всем пока. С вами был Добрый Макс.